Первый осенний день подарил жителям поселка Дубки сразу два повода для радости. После почти полугодового перерыва на школьном дворе шумно и многолюдно. Нарядные первоклашки присматриваются друг к другу, а родители обсуждают новую пристройку к учебному заведению, благодаря которой взрослым удалось начать учебный год в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической обстановки. Давайте проверим температуру, давайте за мной, дружно, дружно, дружно. Кто-то у нас отстает. Спасибо, давайте сначала сайт. Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики. Мне приятно с вами познакомиться. Меня зовут Нариля Истарина. Я буду вашим классным руководителем 4 года. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, довольны новой школой? Да. Просторные кабинеты и школьные коридоры, горячее питание для учеников начальных классов и новый спортивный зал. И, пожалуй, главное, теперь дубковские ребята учатся в одну смену. Новая пристройка рассчитана на 300 мест, и сегодня сюда пришли 232 ребенка. У нас два прекрасных спортивных зала, у нас два актовых зала. И дети могут найти себе здесь любое занятие по интересам. Самое главное, чтобы мы все были здоровы, чтобы мы могли приходить в эту прекрасную новую школу. Сегодня у нас пошел первый класс сын. Ребенок ждал тоже 1 сентября. Было волнение. Было волнение, какой учитель, добрый, недобрый. Для него это было, то есть, такое событие. Мы очень довольны, с позитивом, то есть, пошли в первый класс. И еще одно не менее приятное событие произошло сегодня в Дубках. В рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья ключи от новых квартир получили сразу несколько семей. Номер два. Васюнину Владимиру Никитовичу. Квартира номер пять. Часть дела. Спасибо. Молодцы строители. Поработали. Осталось жить и радоваться. Спасибо всем, кто строил, кто добивался. Путь пройти вот такой до финиша, он достаточно тернистый. Начиная с проектно-сметной документации, выбора площадки. Самое главное здесь услышать и родителей надо было. И войти в положение людей, которые больше 30 лет ждали этого расселения. Самое главное надо было грамотно отработать как бы с властями другого уровня для того, чтобы попасть в программы. Конечно, нам это все удалось. И я хочу искренне поблагодарить и Вячеслава Викторовича Володина, который поддержал инициативу в первую очередь жителей поселка Дубки. И сегодня у нас в школу пришло 560 детей. Конечно, сегодня другие условия. Сегодня вы своими глазами увидели этот объект. Объект добротный такой. Это наш индивидуальный проект. Что касается второго, мы нашли очень хорошее решение. И здесь нам пошел на встречу Минстрой наш. И нам очень серьезную поддержку оказали депутаты нашей областной думы. Когда мы должны были в четвертом этапе расселять наш дом, нам пошли на встречу и нас включили в первый этап. Я как руководитель района, конечно, доволен. Но самую главную оценку это дает население. Поэтому я думаю, что это не последний объект на территории Саратовского района. К нам едут люди, у нас открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места. У нас хорошо мамы рожают. Я благодарен за это. Это говорит о том, что они уверенно смотрят в будущее, а район проводит правильную политику.